Молодые, перспективные и активные. Так можно охарактеризовать будущее нации. Молодежь не скупа на какие-либо новые идеи и планы. В Рыбнице немало молодежи, которая готова внести свой вклад в развитие города, что-либо улучшить. Однако с каждым годом перспектив для самореализации становится все меньше. Проблема миграции молодежи становится чуть ли не номером один в республике. Александр Фитчук, ученик средней школы номер 10, через год оканчивает школу. Однако для себя он уже давно решил, что поступать будет только за рубежом. А именно в российский вуз МГИМО. Здесь даже дело не в качестве или престижа образования. Дело в том, ЭПГО вообще готовит специалистов очень разных специальностей, престижных специальностей. А дело в их востребовательности. Ведь многие молодые специалисты, получившие образование, они являются не востребованы в своей республике. Они не могут реализовать себя. Я в силу своих способностей уже давно определился с выбором будущей профессии. И в которой хочу, собственно, посвятить всю свою жизнь. А, собственно, дипломатии. Я хочу стать специалистом в области международных отношений. И в связи с этим я сейчас пытаюсь себя, стараюсь качественно себя готовить к поступлению. А поступить я мечтаю в МГИМО. Московский государственный институт международных отношений. И хотелось бы, конечно, добавить, что, несмотря на то, что я буду получать образование за границей, я, если я буду нужным востребованность в своей республике, я с большим удовольствием вернусь в ПМР, где я родился, где я вырос, собственно, где моя родина. Однако есть и те, кто видит свои плюсы, оставаясь в родной республике. Людмила Андропова в прошлом году окончила, естественно, географический факультет университета. Сейчас она работает по специальности, однако проблема с трудоустройством все-таки возникла. И, по мнению Людмилы, руководству республики есть над чем работать в этом плане. Насчет перспектив, конечно, здесь надо государству больше развивать их, потому что, если даже человек, работая на одном месте, его изначально-то устроят, но, естественно, он профессионально растет. И он понимает, что то, что он умеет на сегодняшний день, по протяжении какого-то времени, это стоит намного больше. И поэтому, наверное, именно поэтому молодых людей заинтересовывает отсюда уезжать и за то, что не умеет получать больше деньги в других странах. То есть, конечно, перспектива есть, но финансовая, наверное, в первую очередь. Я считаю, что это должны быть люди, у которых есть основы рабочих специальностей. То есть это может быть сантехники, плотники. И, как говорится, после техникумов, я думаю, что эти люди могут достаточно неплохо зарабатывать. Желательно, когда молодой человек идет учиться, выбирает себе специальность, либо учебное заведение, чтобы он смог себе ответить на пошутой вопрос. Где он хочет после этого работать и возьмут ли его, если у него те задатки. То есть, не обманывая себя, все-таки удостовериться в том, что он действительно через 5 лет, через 3 года будет нужен здесь и именно в этой работе, в этой области. Проблема миграции молодежи не оставляет равнодушными и старшее поколение нашего города. Об этом высказали сербничане в ходе опроса. А нет работы. Работы-то нет в республике у нас. Все предприятия закрыты, металлургические до сих пор стоят. И неизвестно, когда ее пустят. Так ведь? Трикоташка, 3 тысячи работала. Где сейчас они? Нету? Колхозов нету? Ничего нету? Я думаю, что нет у них где работать. Были бы места, где работали. Так они бы оставались. Потому что, если человек имеет заработок, значит у него все получается. Нет надежды на будущее. Вот и все. Почему? Потому что мало зарабатывать. Негде работать. Ну почему мигрируют? Потому что еще из-за денег все. Работать негде. А какая еще может по-другому быть ситуация? Те, кто работает на земле, они не получают соответствующее вознаграждение за свой труд. А предприятия не работают. Оглянитесь вокруг. Ничего не работает. В республике действуют государственные программы для поддержки молодежи. Однако, миграция молодых продолжается. И уменьшить ее могут только законы на деле, а не на бумаге, поддерживающие молодежь.